Уже второй раз перед началом учебного года в офисе компании Казхром можно увидеть десятки ярких рюкзаков, которые сотрудники с удовольствием наполняют тетрадками, фломастерами, пеналами и прочими школьными принадлежностями. Все это подарки ребятам из многодетных семей и тех, кто испытывает материальные трудности в наше сложное время. Рюкзаки собраны сотрудниками аппарата управления от НК Казхром специально для юных малышей, которые пойдут в начальные классы. Мы желаем им успехов в учебе. Акции проходят в нескольких городах, где есть предприятие компании Казхром. О списке детей, которым нужно помочь, предоставляют местные маслехаты и отделы образования. Сотрудники компании сами собирают средства и покупают все необходимое. Ведь у многих есть свои дети-школьники, так что список предметов составить нетрудно. Перед первым сентября сюрпризы детям развозят по домам. Перед началом учебного года мы всем коллективам компании Казхром решили помочь многодетным семьям. Решили подарить им рюкзаки со школьными принадлежностями. Данная акция под названием «Рюкзак добра» пройдет в таких городах, как Тубе, Храмтау и Караганда. Семьи, которым предназначены подарки, нередко живут в дачных массивах. Откуда и добраться до школы непросто. В этом году им пока не придется ждать школьный автобус. Уроки будут не выходя из дома. Но рюкзаки со всем, что пригодится для занятия, это то, что надо. У меня четверо детей от 13 лет и младше. Все учатся в 52-й школе. Конечно, мы очень благодарны сотрудникам компании Казхром, которые нам помогли. Желаем вам успехов в работе. Волонтеры компании Казхром только в октябре развезли 177 рюкзаков. А это значит, еще в десятках семей 1 сентября стало настоящим праздником знаний. А дети с нетерпением ждут, когда им позволят пойти в школу и встретиться с одноклассниками и учителями. Марина Васильева, Алексей Уразов. Специально для программы «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok